Продолжение следует... Правильное понимание отдельных элементов нашей жизни. И такими основами, представленными в книге «Бытие», прежде всего является Бог. Кто такой Бог? «Бытие» объясняет, кто такой Бог. Оно сразу же ставит нас в определенное положение в связи с этим. Говоря о Боге, «Бытие» говорит нам и о творении. Бог как Творец, Он сотворил весь мир. Кроме того, книга «Бытие» очень подробно говорит о том, кто такой человек. От непонимания самих себя, от непонимания того, кто мы, откуда мы появились, в чем наша природа, какая цель и смысл нашей жизни, от непонимания самих себя и возникает глубочайший кризис идентичности, или так называемый «identity crisis». То есть люди не могут гармонично жить по причине того, что они не понимают свои цели, своего предназначения. Третьей основой, представленной в книге «Бытие», является семья. Опять-таки, о всем этом говорится в первых двух главах. Третья глава рассказывает о грехопадении. И вот до грехопадения раскрываются вот эти три основных фундаментальных истины, которые нужны нам всем, и молодым, и старым. Нужны для того, чтобы мы могли заложить правильный фундамент, на основании которого мы можем жить. Мы можем правильно воспринимать то, что происходит вокруг. Говоря о проблемах современного мира, эти проблемы напрямую связаны с подрывом основ. Помните, мы начинали эту серию проповедей с того, что мы говорили о «Бытие» как о книге основ. Я читал тогда текст из Псалма, где написано, когда разрушены основания, что сделает праведник. Сегодня мы имеем дело с миром, в котором разрушены основания, в котором вымыты где-то уже очень глубоко, на фундаментальном уровне вымыты библейские основы реальности. Поэтому сегодня часто практически невозможно спорить с людьми о каких-то деталях, в том числе и о тех, о которых мы будем говорить сегодня, потому что фундамент у них отсутствует, у них основание жизни совершенно иное. В последних двух проповедях мы говорили о семье, говорили о семье как об особом союзе одного мужчины и одной женщины на всю жизнь. Этот союз подразумевает завет, заключаемый между мужем и женой, выражающий их особое эксклюзивное посвящение друг другу. Мы подробно говорили о важности этого завета, об эксклюзивности этого завета, а также о причинах, почему этот завет нарушается и почему он нарушается сегодня. Сегодня мы посмотрим на еще один сверхважный элемент завета между мужем и женой, когда Бог представляет семью среди нескольких вопросов, которые Он объясняет в это время. Он касается вопроса интимных отношений между мужем и женой. Он говорит об этом прямо, говорит об этом ясно, говорит об этом кратко и говорит об этом благородно. Давайте мы посмотрим еще раз книга Бытие, 2 глава, с 22 по 25 стихи. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человеку, вот этот костик от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Дальше Божьи слова. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Последние годы сексуальность стала одной из наиболее доминирующих тем в жизни общества. Ей буквально пропитана жизнь. То, о чем люди стеснялись раньше говорить даже со своим врачом, сегодня вывернуто наизнанку, сегодня беспрепятственно изливается с экранов телевизоров, дисплеев компьютеров, динамиков различных мощностей, различных плеерах. Сексуальность заполнила собой не только медиапространство, но и систему образования, к великому сожалению, бизнес. О ней говорят везде, говорят с первого класса, или даже еще до первого класса. И самое печальное, говорят превратно, говорят извращенно, говорят безбожно, извращая Божий дизайн, оскверняя святое и повергая его в грязь. Вот почему Библия говорит об этом с первых страниц. И как я уже сказал, говорит ясно, говорит конкретно, говорит благородно. Говорит для того, чтобы заложить основание, заложить фундамент. Дело в том, что сексуальность – это мощная сила, которая сотворена Богом, и она вложена Богом в природу людей для вполне определенной цели. Неправильное понимание этой силы, неправильное восприятие ее, неправильное отношение к ней, оно неизбежно приводит к катастрофе жизни. Рассматривая этот вопрос, мы сначала посмотрим на вот это предназначение, Божье предназначение сексуальности, и потом посмотрим, как эта сила была извращена в результате грехопадения, и в заключении немножко остановимся на библейском отношении к этому явлению. Итак, предназначение сексуальности. Бог сотворил людей очень интересным образом. С одной стороны, каждый человек – это самостоятельная личность, это индивидуум, самостоятельная, самодостаточная в каком-то смысле личность. С другой стороны, люди сотворены зависимыми, люди сотворены так, так что им кто-то нужен. Прежде всего, Писание ясно говорит, что людям нужен Бог. Люди не могут без общения с Богом. Они сотворены для того, чтобы иметь это глубокое общение. Только в общении с Богом, только в гармонии с Ним их жизнь достигает совершенства, для которого они созданы. С другой стороны, люди сотворены взаимозависимыми друг от друга. Люди нужны друг другу. Вы знаете, одно из самых тяжелых наказаний, которым подвергают преступников, заключается в том, что их помещают куда? В одиночную камеру. Вот даже в особом режиме, тех, кто знает русскую систему наказаний, были такие особые лагеря, где особый режим, в полосатых там одеждах, заключенных с одеждой, даже в особом режиме не так тяжело, как в одиночной камере. Потому что там есть другие люди. Одиночество для человека неестественное состояние. И Бог об этом ясно сказал. Помните, это знаменитая фраза, вторая глава Бытия, 18 стих, и сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Кстати, это очень интересный вопрос. Мы его чуть позже коснемся, если Господь позволит. Дело в том, что человек может быть одиноким и в браке, и может быть не одиноким вне брака. Это немножко другая сторона дела, но опять-таки, если Господь позволит, мы ее коснемся еще сегодня. Из всех человеческих взаимоотношений, которые сотворены Богом, наиболее сильными и наиболее близкими являются взаимоотношения мужа и жены друг к другу. Так создал Бог. Есть разные взаимоотношения, есть взаимоотношения друзей, есть взаимоотношения родителей и детей, есть взаимоотношения братьев и сестер, есть взаимоотношения, вот наши братские, сестринские взаимоотношения в церкви. Они могут быть ближе, они могут быть чуть-чуть подальше, но есть абсолютно уникальное взаимоотношение, это взаимоотношения мужа и жены друг с другом. И вот одним из отличий этих взаимоотношений является то, что эти взаимоотношения, это посвящение друг другу мужа и жены, выражается в том числе и в сексуальном единении мужа и жены друг с другом. Книга Бытие говорит о двух главных причинах, по которым Бог создал сексуальность. Первая причина – сексуальные отношения были созданы Богом как наивысшая форма посвящения или выражение посвящения мужа и жены друг другу. Я еще раз повторю, сегодня существует очень много ложного представления о том, что такое сексуальные отношения. Библия говорит, я хочу сказать, особенно к молодым сегодня, потому что вас бомбардирует намного больше. Там в школе, в университетах, в колледжах. Библия ясно говорит, что сексуальные отношения сотворены Богом специально, как наивысшая форма выражения посвящения мужа и жены друг другу. Я попробую сказать это на английский для тех, кто у нас помоложе. It is the highest form of expression of commitment between husband and wife to each other. Суперважный вопрос. Как только мы потеряем эту важную истину, все остальное не имеет смысла. Именно эту истину атакует современное человечество. Именно это становится основной точкой, на которой разрушается все. Библия говорит достаточно ясно об этом. Давайте посмотрим еще раз эти стихи, которые мы прочитали. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене. Заметьте, очень интересный вариант, как Бог создает жену человека. Мы уже говорили, он мог бы создать Еву точно так, как он создал Адама. Как он создал Адама? Из элементов земной коры. То есть он взял элементы, которые были на земле, и он сделал из него тело, из них тело, вдумал дыхание жизни, и человек получился. Он мог бы точно так же создать Еву. Но посмотрите, что он делает. Он берет часть Адама, из этой части Адама создает женщину. И когда Адам видит, у него есть притяжение, потому что это часть его. Он это делает для того, чтобы потом Ева, будучи самостоятельной личностью, и Адам, будучи самостоятельной личностью, чтобы эти две личности, они добровольно слились воедино. Это имеет, конечно, огромную теологическую значимость, потому что это указывает на Церковь Христа, потому что Церковь, она сливается с Иисусом Христом воедино. Это в каком-то смысле указывает на Троицу, где разные личности, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, слиты воедино. То есть, когда мы говорим о взаимоотношениях, в том числе и о сексуальных взаимоотношениях, мы говорим о чем-то очень святом, о чем-то, что имеет гигантское значение. Это неспроста, что дьявол, современное растление бьет именно в эту точку, потому что эта точка имеет большую значимость. Слово прилепится, предполагает глубокое эмоциональное и физическое единение. В интимных отношениях муж и жена, они становятся единым телом, буквально сливаясь друг с другом. Новый Завет говорит об этом конкретно. 1 Крифонам 6, 16. «Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одно плоть». Вот это единение имеет три уровня. Я когда-то уже говорил об этом, когда-то представлял эту схему, но она очень хорошо помогает нам понять вопрос, поэтому я хочу показать вам эту схему еще раз. Три уровня, на котором построено единение между мужем и женой. Начинается все с духовного основания. Есть духовный фундамент, духовное единение, которое является прочным фундаментом, на котором строится семья. Что это такое? Это особый союз, это особая принадлежность друг к другу между мужем и женой, которая основана на общности взглядов, на общности позиций, на общности отношения к Богу, общности отношения к жизни, к ее различным аспектам. Это союз, основанный на доверию Богу и на повиновении Его истине. Именно так был построен первый брак. Так была построена первая семья. До грехопадения Адам и Ева воспринимали мир с Божьей точки зрения. Бог был главным интерпретатором всех фактов, которые они видели. И вот это духовное единение, оно и является основой для единения друг с другом. Именно на этом уровне лежит посвящение, коммитмент. Именно на этом уровне, из этого уровня родилось то, что происходит на каждом бракосочетании. На каждом бракосочетании произносятся слова посвящения, слова посвящения, они находятся не здесь, не на втором, и не на третьем уровне. Они рождаются вот здесь. Они рождаются из воли. Это шаг воли. Они рождаются из понимания. Они рождаются из понимания реальности. И вот от того, насколько прочна эта реальность, насколько авторитетна эта реальность, настолько будет прочным фундамент. Именно таким образом Бог построил семью. Вот почему Писание запрещает вступать в брак с неверующими. Разный фундамент. Вот почему самое большое, что муж и жена могут сделать для укрепления своего брака, это углубление своих личных взаимоотношений с Богом. Это укрепление того, что мы знаем Бога, что мы живем им на практике. Это не просто слова, дорогие мои. Это реальная практика жизни, которая подтверждается снова и снова. Хотите иметь успех вот здесь, поработайте хорошо вот здесь. Сегодня, к великому сожалению, люди забыли обо всем этом и фокусируются только на интимных вещах. Но мы подойдем к этому сейчас, если Господь позволит. Второй уровень, который вырастает из первого, это эмоциональное единение. Духовное единение, которое основано на вот этой уверенности друг в друге. Уверенности в надежности основания. Уверенности в единстве. Уверенности в том, что это непоколебимо. Вот это дает основания для слияния друг друга в эмоциональной сфере. Покоясь на прочном основании общности в Боге, полной принадлежности друг к другу, основанной на посвящении Богу, доверии себя Богу, Его воле. Муж и жена могут иметь силу и свободу, быть вполне открытыми друг перед другом. Именно об этом говорится в 25-м стихе. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вы знаете, у каждого из нас есть определенный уровень открытости с другими людьми. Вот, вы встречаетесь здесь с людьми, и вы видите их два часа, и вы видите то, что они хотят вам показать. Как они себя ведут, что они из себя представляют. Вам, наверное, приходилось обнаруживать когда-то совершенно другую сторону того или иного человека. Вы, когда вы с удивлением говорите, а я не знал никогда таким этого человека. Почему? Потому что это естественно. Мы показываем друг другу то, что мы хотим показать. Чем ближе люди друг к другу, тем больше они вынуждены показывать, тем мы больше вынуждены видеть. Так вот, отношения между мужем и женой такие, что там нет никаких барьеров вообще. Вот почему написано, что они были наги, и не стыдились. Они были абсолютно уязвимы и не боялись этого. Не боялись почему? Не боялись, потому что их отношения были наполнены любовью. А любовь все покрывает. Потому что их отношения были пропитаны гармонией. Потому что вот там, вот на этом уровне была свобода, доброе расположение, созидающее и поддерживающее отношения друг к другу, взаимное сердечное тепло. Вам приходилось сталкиваться с ситуацией, в которых у вас были вроде бы нормальные отношения с человеком, а потом смотрите, он раз и закрылся. И мы часто не знаем, почему, ну где там, в чем-то он почувствовал угрозу. И он стал бояться. Он никогда не скажет вам, что он боится. Но он закрылся, почему? Потому что он действительно боится, что вы причините боль ему. Может быть своим неосторожным словом. Может быть укором каким-то. Может быть осуждением. Может быть превозношением. Может быть невнимательностью. Но это то, что происходит в отношениях между людьми вообще. И вот если мы посмотрим на семейные взаимоотношения, до грехопадения муж и жена абсолютно не боялись быть открытыми друг перед другом. И у них не было этого ощущения уязвимости. Их любовь друг к другу была настолько сильной, что они даже не могли представить себе, что близкий им человек может причинить какую-то боль. Что он может поставить в неудобное положение. И вот эта полная открытость друг перед другом, это свобода, взаимное приятие, настоящая любовь, они объединяли души Адама и Евы настолько, что можно было сказать, что они были единым целым. Включи, пожалуйста, еще раз эту схему. И мы посмотрим еще на взаимоотношения этих трех вещей. И посмотрите, когда есть прочное духовное основание, он создает основу для единства духовного. Когда есть уверенность, когда эта уверенность, она коренится не в надежности самого человека, а в надежности Бога, которому доверяет этот человек в своей жизни. То есть это в Боге строится. Вот отсюда растет, вот эти стрелочки говорят, отсюда растет эмоциональное единение. Мы сегодня живем в мире, который после грехопадений. Естественно, мы боимся друг друга. Естественно, мы способны уязвлять. Мы способны напрягать, обижать. Мы способны колоть друг друга. И вот чем больше люди вот здесь вот, чем глубже они здесь, тем свободнее они могут иметь эмоциональное единение, тем больше они будут иметь любовь настоящую. И вот именно отсюда, из эмоционального единения, вырастает физическое единение. Вырастает секс. Библейский секс, как он представлен в Священном Писании. Заметьте, сегодня секс разлит везде, по всему обществу. Везде, в любой ситуации. В Библии нет. В Библии он сведен только к одной узкой точке, и для этого есть определенные специальные причины. Единение в духовном основании, оно дает эффект безопасности и уверенности, осознанное ощущение вот этой нерушимой полной принадлежности. Эмоциональное единение, оно наполняет сердца мужа и жены любовью, радостью, свободой, которые рождаются из их принадлежности друг к другу. И отсюда, согласно Божьему дизайну, и рождается настоящая, правильная, святая, интимная близость. Сексуальный акт между мужем и женой – это яркая кульминация единения двух личностей, добровольно сливающихся в одно. Так говорит Библия. К великому сожалению, это все извращено сегодня. И мы коснемся этого чуть позже, а до того отметим вторую причину, почему Бог определил, предназначил сексуальность – это причина воспроизведения потомства. Мы уже не раз говорили о том, что, создавая людей, Бог прежде всего провозгласил одну основную цель брака, цель создания семьи. Давайте вернемся еще раз к первой главе Бытия, с 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог. И сказал им Бог, первое, что Бог говорит паре, которую он благословляет – плодитесь, размножайтесь». Мы говорили, почему? Потому что Бог предусмотрел создание церкви именно через людей. То есть люди становятся Божьим инструментом, через которых рождаются души. И в результате потом созидается церковь. Церковь, которая будет состоять из душ. То есть абсолютно все люди в церкви были когда-то, то есть все люди, которые были в церкви, они когда-то были рождены земными родителями. То есть вот какое огромное, гигантское предназначение у семьи. И вот с этой целью Бог вложил в людей сексуальные желания, и Он сделал это желание наиболее сильным или одним из наиболее сильных желаний, которые есть у людей. Именно с этой целью, именно с этой целью Бог поместил секс на вершину взаимоотношений мужа и жены. Давайте еще раз посмотрим. Еще раз посмотрим на эту схему. Вот смотрите, физическое единение или же стремление к сексуальным отношениям. Это очень большая и мощная сила, мощная энергия, которая в теле человека живет. И Бог сделал это специально, так что Он поставил это вот сюда. Вам приходилось видеть какие-то соревнования, когда каким-то спортсменам нужно достать какой-то мячик или какой-то приз, который стоит очень высоко или далеко. И вот чтобы туда попасть, им нужно проплыть, подпрыгнуть, перелезть, поднять, что-то снять и в конце концов потом добраться и взять. Вот примерно так Бог сотворил сексуальные отношения. То есть это не для всех и не просто так. И вот мощный мотор есть в человеке, а для того, чтобы туда прийти, нужно сначала поработать вот здесь, заложить основания, потом из него развивать эмоциональные взаимоотношения, и потом из них только вырастет правильный секс, правильные интимные отношения. Посмотрите, когда мы говорим о том, что Бог создает секс для того, чтобы в том числе рождались дети, вот Бог не сделал рождение детей по-другому. Знаете почему? Потому что дети должны появиться в правильной атмосфере, in the right environment. Первое, в атмосфере безопасности, которая лежит на прочном фундаменте, в атмосфере, в которой все все знают, почему так. Это знание основано не на них, а на Слове Божьем, на Боге, который является основанием их завета, на Иисусе Христе, который их простил и сделал способными строить свою жизнь на этом завете. То есть маленький человечек не должен появляться в атмосфере споров, скандалов, постоянных перетягиваний каната. Нет, Бог сделал так, что там должна быть атмосфера мира, во-первых. И во-вторых, там должна быть атмосфера любви, гармонии. И вот только после этого есть секс, который приводит к рождению детей. Бог именно так устроил. Секс вообще удивительнейшее Божье изобретение. Удивительнейшее. Его опошлили, его выпачкали в грязь, как только возможно. Но это вообще удивительнейшее явление, которое Бог сделал в своей огромнейшей мудрости. Кстати, оно ярко свидетельствует о том, что люди сотворены Богом. Мужчина и женщина должны были одновременно появиться совершенно развитой репродуктивной системой для того, чтобы было потомство. Вы понимаете, что двигатель эволюции это способность производить потомство, которое постепенно улучшается и улучшается, так, как они говорят. Но в действительности эволюция здесь невозможна. Абсолютно невозможна. Поэтому, независимо от того, что происходит в мире, писание и здравый смысл громко гласят о том, что сексуальные отношения предназначены только для мужчины и женщины, которые посвятили себя друг другу в особом союзе, который называется браком. Ну, как мы уже говорили, к великому сожалению, с момента грехопадения эта картина была нарушена, извращена, и сегодня это извращение достигает катастрофических размеров. Здесь мы подходим ко второму элементу того, о чем мы читаем в Писании, это извращение сексуальности. Писание много говорит об этом. Я хочу подчеркнуть самый главный элемент, с которого начинается сексуальная развращенность или извращение сексуальности. Этот элемент называется сегодня сексуальная свобода или по-английски sexual liberation. И когда люди говорят об этом, они не понимают философской глубины этого явления и философского ужаса. На самых высоких уровнях сегодня эта извращенная картина сексуальности, она представляется как одна из наиболее важных элементов прогресса. Один из наиболее важных элементов прогресса. Этот взгляд, он настойчиво и агрессивно внедряется через систему образования самых ранних классов, через искусство в большинстве своем пропитанного извращенной или духом извращенной сексуальности, через фильмы, через прессу, через политиков на всех уровнях и так далее. Она пропитала себе рекламу, бизнес, стала новой нормой, которая определяет собой дух общества. Это неизбежно вступает в конфликт с библейским взглядом на сексуальность. Ситуация становится все более и более накаленной, давление увеличивается, некоторые верующие, они смягчают свои позиции, и мы слышим, что та, та, другая церковь изменяет свои позиции в этом вопросе, мы слышим, тот, тот, то другой писатель, известный, или известные христианские музыканты изменяют свои позиции и так далее. Другие же все в большей степени ощущают враждебность окружающего мира, часто выражающиеся в каких-то формах притеснения или даже преследования. Для того, чтобы понять всю сложность этого веления, давайте посмотрим на то, что Писание говорит, прежде всего, предупреждая многократно об опасности сексуальной свободы. Под термином сексуальная свобода подразумевается сексуальность, оторванная от библейского предназначения. Это очень важно запомнить, когда вы слышите фразу sexual liberation или сексуальная свобода, единственное, от чего они хотят освободить это, это от Божьего предназначения. Они хотят взять это и сами наполнить смыслом. Вот почему это все ведет к катастрофе. Это называют высокими словами сексуальное самовыражение, раскрытие личности, самореализация, свободная любовь. Сексуальная свобода представляется прогрессивным взглядом на жизнь, отказ от нее или тем более противостояние ей представляется мракобесием, отсталостью, узкостью. Вот почему навязывание этой идеологии в школах или в университетах называют образованием, как ни странно. Понимаете, это не... Если раньше это было, когда мальчишка пошел и научился чему-то от друзей, это называли растлением. Когда сегодня приходят в класс и в классе его учат, это называют образованием. Это образование доходит до такого безумия, что я прочитал, я даже не поверил этому и потом перепроверил сорсы, источники откуда. И оказывается, что действительно так. В некоторых университетах, ну, наверное, во всех университетах есть такие electives, то есть классы, которые человек может брать, они необязательные по разным видам сексуальности. И вот в некоторых университетах на этих курсах сексуальности в качестве курсовых проектов профессора или преподаватели, если можно их назвать профессорами в этом смысле, они дают студентам задание снять порнофильм друг с другом. И потом этот порнофильм в классе оценивают, смотрят сюжет, смотрят исполнение, смотрят всякие разные вещи. То есть уровень безумия достигает, зашкаливает. Пределы уже за пределами. Уже за всеми пределами. Проблема только заключается в том, что это представлено как прогресс. Это представлено как нормально и правильно. И в действительности эти люди не могут думать по-другому. Почему? Потому что они однажды освободили сексуальность от того, что Бог сказал. и как только освободили, как только эта связь разрушилась, то дальше предела уже не будет. Дальше получается вот что. Смотрите, Бог создал секс очень притягательно и очень приятно. Целью для того, чтобы люди стремились создавать семьи, строить правильную жизнь в семье, чтобы атмосферу гармоничную, радостную, созидательную строить в семье и чтобы в этой атмосфере рождались и росли дети. Грехопадение принесло с собой радикальное разрушение этих основ. Если мы еще раз посмотрим на эту схему, которую мы смотрели, посмотрите, что происходит. Сущность грехопадения в эгоизме, в эгоцентризме. В результате, после грехопадения, самоугождение и самоутверждение становятся главными ценностями людей. Эти ценности пропитывают собой все сферы, включая сексуальность и прежде всего сексуальность. Когда разрушились основания, муж и жена потеряли духовное единение вот здесь. Теперь посмотрите, в чем главная идея всего движения сексуальной революции, с которой мы имеем сегодня дело. Оно вот здесь или здесь, но ни в коем случае здесь, ни в коем случае. вот это духовное единение атакуется, от духовного единения стремятся освободиться как только возможно. Вот это и делает, как они считают, секс несвободным. Это в действительности так. Это в действительности так. Секс это не просто что-то такое, что это не животные. Люди это не стадо. когда они совокупляются там, кто с кем попало. Люди ограничены здравым смыслом, ограничены благородством, которое Бог вложил в личность, ограничены целью, для которой все это существует. То есть основная беда заключается в том, что вот это оторвали. Вот почему любой фильм он всегда будет иметь романтический элемент вот здесь и вот этот элемент. Романс будет представлен так красиво, так ярко, так эмоционально захватывающе, но правда это романс вне брака. И все это преподносится людям как что-то красивое. Режиссер, постановщики, они заставляют зрителя сочувствовать этому человеку, который находится в романтических взаимоотношениях, но вот он связан, вот общество, предрассудки, как они говорят, они вот не позволяют ему и потом как-то они находят развязку в этом все. Вот это чем живет? Опять-таки я говорю о более благородных фильмах и романах, которые в открытой не воспевают вот это. Сегодня, правда, об этом уже забыли. Сегодня, если вы почитаете оценку того, с чем сталкивается человечество, то сегодня так называем хукавку калчуру. Что это значит? Сегодня людям даже не нужно вот это, им нужно просто одна ночь вместе. Это сегодня культура молодежи современного общества. Это говорит просто о том, что все это ведет к катастрофе. Писание об этом говорит очень ясно. Книга притчи, 5 глава, 1 стих. Сын мой, внимай мудрости мои, преклони ухо твою к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания, ибо мед источает уста чужой жены и мягче елея речь ее. То есть ясно сказано, это очень приятно, это очень привлекательно, но последствия от нее горько как полын, острый как меч обою острый. Писание очень хорошо знает реальность, очень глубоко вскрывает сущность, ноги нисходят к смерти, стоп ее достигает преиспольни. В этом трагизм греховной сексуальности. Обещает много, но всегда приводит к опустошению, разочарованию и разрушению. Вот почему Писание предупреждает 5 глава 8 стих держи дальше от нее путь твой. Мы в детстве когда-то играли с магнитами. Наверное, все вы когда-то пробовали. Интересно, магнитики, они вместе соединяются. Так вот, магнитики, они имеют интересную особенность. Я хотел даже принести какое-то показатель, но мы сейчас переезжаем с одного дома в другой и живем сейчас так, на чемоданах, поэтому не нашел своих магнитов. Ну, вы можете представить себе, вот когда у вас есть два магнита или магниты кусочек железа. Вот если вы положите их вот так, они будут лежать все спокойно. Ближе подвините и начнет он двигаться чуть-чуть. И чем ближе придвигается, тем труднее его остановить. Как он попадает в поле притяжения, в поле действия этой силы. Поэтому, когда он уже приблизился совсем близко, уже невозможно остановить. Оп! И приклеился. Вот почему говорит, держи дальше от нее путь твой. Дело в том, что приближение к сексуальному греху ослепляет. Это реальность. Оно ослепляет. и потом раз и уже там. И, к сожалению, многие-многие люди сегодня повержены этой беде. Многие. Сегодня порнография стала проблемой номер один в мире. В молодом обществе. Не только в молодом, а в старом, кстати. это ужас, который разрушает жизнь. Смотрите, не подходи близко к дверям дома ее. Почему не подходи близко? Потом, если подойдешь близко, откроешь дверь. Не сможешь не открыть. Вот почему сказано, поставь барьеры там, где еще нет силы притяжения. очень серьезно. Писание настойчиво предупреждает, делайте все, чтобы не приближаться к нему, для того, чтобы не иметь печальных последствий. Еще одно предупреждение, седьмая глава притчи. Множеством ласковых слов она увлекла его мягкостью своих, посмотрите, овладела им. Тот час пошел он за ней, как вол идет на убой, то есть он идет к своей погибели, но абсолютно не спас, он ослеп. Сексуальное притяжение, притяжение сексуального греха, первое, что она делает, ослепляет. Мы когда-то были в Австралии и нас повели в джунгли, Rainforest. Очень интересно, тепло, я вообще думал, что там что-то такое особое. В принципе, такой же лес, как наш, только очень тепло. И дождь пойдет, перестанет, но очень тепло, и поэтому ты не чувствуешь. Когда мы вышли, наверное, пару часов прогулялись, или часа три, может быть, когда мы вышли, я смотрю на человека, который нас сопровождал, огромное красное пятно у него под рубашкой. Я говорю, что это такое? Раз сможем, он говорит, а, это пиявка. Я смотрю на себя у меня, на одной ноге, на второй ноге, прям кровь течет. Но я ничего не почувствовал. Оказывается, у пиявки, они там, в этом лесу, живут, и они, пользуясь тем, что мокро, и они где-то присасываются от сосу, сколько им нужно крови, и поползли дальше, а ты пошел. Но что они делают? До того, как они прикрепятся, до того, как они проткнут кожу твою, они анестезируют ее, и ты не чувствуешь. Они просто обезболивают, и потом делают свое дело так, что ты не замечаешь. Это то, что делает сексуальный грех. Первое, что он делает, он делает человека нам. Он делает человека, не спас, он ослепляет человека. Это реально. В этом ужас сексуального греха. Это ведет ко второму. Опасность сексуальной свободы ведет ко второму уровню, к очень огромной проблеме неизбежности сексуального рабства. Это представлено как свобода. В действительности это рабство. Я видел очень много людей, которые страдают от порнографии и не могут освободиться. Это рабство. А кто-то, может, не дошел до уровня порнографии, что они сидят каждый день, но они в уме своем не могут освободиться. Сегодняшний весь мир, он находится в сексуальном рабстве. Это рабство, как мы уже сказали, исходит из ключевых факторов. Первая глава послания к римлянам очень ясно говорит, «Но как они познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились умствования к своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и призмыкающимся, то и предал их Бог превратному в похотях сердец к нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Посмотрите, что здесь происходит. Они не прославили Бога, они отказались от поклонения Богу, от покорности Ему, и это прежде всего ослепляет, омрачилось несмысленно их сердце. Затем лишает способности верно мыслить, посмотрите, называя себя мудрыми, обезумели, и потом сказано, «Предал их Бог в похотях сердец к нечистоте». Друзья, каждый раз, каждый раз, когда люди отказываются от Бога, они неизбежно придут к сексуальной распущенности. 25 стих. «Они заменили истину Божьей ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, потому предал их Бог по стыдным страстям, опять Бог предает рабство». Это второй уровень рабства. 27 стих. «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному третий уровень рабства». это картина современного мира, это картина печального разгула, растления, и она лежит в отказе людей признать Бога Творцом и Владыкой их жизни. Друзья, это самая большая проблема современного общества, а не гомосексуализм. Гомосексуализм это плоды. Корень здесь отказ признать Творца тем, кто определяет реальность жизни. Отказ признать его окончательным авторитетом. Когда люди делают себя окончательным авторитетом, они неизбежно попадают в поле действий сексуальных страстей, которые кружат их в сокрушительном водовороте и приводят от рабства приводят к следующему, из секса делают культ. Мы говорим о извращении сексуальности. Первое это сексуальная свобода, которую люди провозглашают, это наведет их к рабству и третье это закономерно приводит к сексуальному культу. Культ это то, чему поклоняются. Мы говорили о Содоме как-то. Посмотрите, что в Содоме происходит. Приходят два ангела, они, они в виде человека, они находятся в доме Лота. Вы знаете, что на Востоке один из самых главных законов, это закон гостеприимства, если человек в твоем доме, если гость пришел в твоем доме, это самый почетный человек будет. И для всех людей, жителей Востока это было очень важно. Посмотрите, что делают жители Содома. Они пытаются, их страсть, их похоть, их желание к сексу, оно настолько сильно, что они попирают закон гостеприимством, они ставят его выше. Это и есть культ. Это и есть культ. Атмосфера сексуальной раскрепощенности, или точнее распущенности, она была настолько зеткой, что ей пропитались даже дети Лота. Посмотрите, что делают дочери Лоту. После того, когда Бог осудил этот город, после того, когда был этот город уничтожен огнем с неба, такой мощный суд, эти две дочки, они говорят, мы сильно хотим детей, так сильно, что готовы пойти на кровосмешение. Это та же самая проблема. Это та же самая проблема, просто она была выражена немножко мягче, не было видно ее сразу, но в определенных обстоятельствах она проявляется. Подобная едкость сексуальная распущенность видна вообще во всей истории. Помните историю Израиля? Они вышли из Египта, Бог их освободил могущественно, Моисей представил им закон, они заключают завет, говорят все, что Бог сказал, будем исполнять. И вот только стоило Моисею задержаться на горе в течение сорока дней, посмотрите, что происходит. Они заставляют Аарона вылить им золотого тельца. Вы знаете, что после этого было? Они устроили вокруг этого тельца сексуальные сексуальные посмотрите Исход 32 глава 6 стих после того, когда устроили, построил Аарон этот жертвенник этого тельца литого 6 стих на другой день они встали рано, принесли все сожжения и привели жертвы мирные и сел народ есть и пить, а после встал играть. Вот это слово играть это сексуальные игры. Не в лего играли. Почему они это делают? Потому что это была часть культа египетского. Потому что они привыкли к этому. В действительности любой языческий культ имеет какие-то формы секса в качестве элемента поклонения своим богам. Это не просто так. Все это имеет дьявольскую начинку. все это ясно инспирировано силами тьмы. Конечно, не небесы с рогами ходят, иначе люди испугались бы. А картинки плейбоя и подобные вещи, которые очень привлекательны. Так вот, возвышение секса на уровень поклонения божеству, оно и становится, к сожалению, реальностью того, что мы видим сегодня. Современный мир помешан на сексе. Конечно, для этого был целый процесс. У меня нет времени сейчас останавливаться на этом, как на это повлияла теория эволюции. Потом Зигмунд Фрейд, который сказал, Зигмунд Фрейд, в принципе, воспринимает человека как высокоорганизованное животное, лишенное каких-то моральных принципов. Он выдвинул идею, что все проблемы людей исходят из подавленных желаний сексуальности. Это бредовая идея абсолютно, которая не имела ничего общего с наукой в полном смысле этого слова. И это критиковалось многими-многими и психологами в том числе. Ну, посмотри, как ее восприняли все на ура. Знаете, почему? Потому что она поддерживает вот этот мощный позыв, который есть в человеке. Вот почему Фрейд в начале 20 века выводит эти все свои идеи, а уже сразу к середине или в 60-е годы и происходит то, что назвали свободной любовью или сексуальной революцией, когда секс освободили от семьи. И для общества стала новая норма. Если до того кто-то имел сексуальные отношения вне семьи, это в обществе осуждалось. после того то сказали that's ok. Это нормально. И вот оттуда пошел весь ужас, о котором мы сегодня говорим. Это привело к катастрофическим последствиям. Кто-то сделал такую оценку, посмотрите несколько таких статистических данных последствий сексуальной революции или точнее отрыва отрыва сексуальных отношений от семьи, от взаимоотношений мужа и жены. Посмотрите, что происходит. Сад это оценка, главная оценка, которую издают перед колледжем молодежь, понизилась на 10%. То есть уровень интеллекта понижается. Насилие над детьми выросло на 2300% за это время. Подростковая преступность выросла на 150%. Уровень насильственных преступлений на 550%. Подростковый суицид на 450%. Использование наркотиков. Это, кстати, статистика еще до того, как наркотики узаконили в нескольких штатах. Рост на 6000%. Разводы рост на 350%. Это не на 3%, а не на 30%, понимаете? Рождение детей вне брака рост на 500%. Аборты. Более 60 миллионов младенцев абортировано убито в утробе, начиная с 1973 года. И все это результат того, что оторвали секс от семьи, от семейных взаимоотношений. На этом процесс не остановился. Сегодня об этом говорят, как о правах человека. Сегодня это сравнивают с тем, что если вы кому-то где-то запрещаете или ограничиваете или даже думаете, что кто-то не имеет права этим заниматься, вы посягаете на права человека. Один современный писатель пишет и говорит об этом. В ее популярной версии сексуальная свобода ассоциируется с гражданскими правами, тогда как в реальности она вдохновляется древними догмами языческой религии. У нас уже нет практически времени. Я буквально два слова скажу об библейском отношении к сексуальности. Мы уже говорили об этом. Я только обобщу. Посмотрите, первое, что нужно помнить всем, сексуальность это инструмент, созданный Богом исключительно для единения мужа и жены. Евреям 13.4 мы читаем, брак у всех да будет честен и ложа непорочна. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Блудники это неженатые люди, которые занимаются сексом или разными рода сексуальными действиями. Прелюбодеев это женатые, которые практикуют какую-то либо форму секса вне правильных сексуальных отношений со своей женой. Это истинно продолжает быть очень значимой, несмотря на всю непопулярность ее сегодня. Второе, человек может быть полноценным без секса. Это очень важно, друзья, потому что весь сегодняшний мир, он представляет секс как главное качество человека. В действительности нет. Это важная составляющая семьи, но не человека. Во всяком случае, Писание очень ясно говорит, что в вечности не будет сексуальных отношений. Иисус говорит, Матфея 22, 30, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии в небесах. Смотрите, в вечности человек раскроет полностью свой потенциал, и вот там не будет необходимости в сексе. Там общая жизнь, отношения людей, то, что Бог приготовил для людей выше и лучше сексуальных отношений. Вы знаете, что два самых влиятельных человека в истории Земли, в истории человечества были неженатыми и не имели сексуальных отношений. Это Иисус Христос и апостол Павел. Иисус Христос совершенный человек. То есть вся эта пропаганда, которая говорит о sexual liberation, что человеку обязательно нужно, вся эта пропаганда ложь, не что иное, как ложь. Человек может быть сингл, он может быть неженатым или незамужем и может жить совершенно благословенной жизнью. Посмотри, 1 Коринфянам 7,32 написано, Павел говорит, я хочу, чтобы вы были без забот, неженаты и заботиться о Господнем, как угодить Господу. То есть Павел говорит о том, что есть преимущество в том, что человек неженат. Он может больше посвятить и сконцентрировать своих сил на служении Господу. в этом положении не имея возможности произвести на свет физических детей, эти люди могут быть Божьим инструментом для духовного рождения и возрастания многих душ. Посмотрите, Павел пишет о себе 1 Коринфянам 4,15 не к постыжению вашему пишет, но вразумляю вас как возлюбленных детей мои. Он говорит, он неженатый, у него есть дети, возлюбленные дети. Дальше пишет, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Настоящая полноценная жизнь связана, друзья мои, не с сексуальным самовыражением, как этому учат идеологи сексуальной революции, а с глубокой жизнью, познанием Христа и послушанием Ему. Ефесянам 3,17 написано, вера и вселится Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться полнотою, всею полнотою Божию. Это и есть полноценная жизнь. И последнее, сексуальный грех чрезвычайно опасен и требует самой серьезной борьбы с ним. Первое официально Кейтсам 4,3, «Бо воля Божия есть освящение ваше, чтобы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Я думаю, мы достаточно много уже услышали сегодня об этой очень важной части нашей жизни. Давайте мы склоним наши колени, склоним наши сердца и помолимся Господа о том, чтобы Он помог сформировать каждому из нас правильное отношение к этой сфере. Преклоним колени. Господи Боже, мы народ Твой, дети Твои стоим перед лицом Твоим сегодня, и мы знаем, Господи, что мы живем в очень сложном мире. Мы живем в мире во время разгула страстей. Мы живем в мире тогда, когда развращение мира, оно не просто становится глубоким и более, более сложным и тяжелым, оно проникает, незаметно проникает в мышление верующих людей. И вот сегодня, когда мы снова возвращаемся к основам, основам, заложенным Тобой, Господи, мы просим милости Твоей, Господи, сохрани народ Твой. Сохрани наш разум, сохрани наши чувства, сохрани нас, Господи, от ошибочных, от неверных представлений о том, что значит сексуальность, созданная Тобой. Я прошу Тебя, Господи, за молодежь сегодня особенно, она подвержена в большей степени этим агрессивным атакам, защити их, Господи. Помоги им иметь глубокие отношения с Тобой, чтобы они могли познавать всю полноту Божию, чтобы они могли познавать настоящую любовь, любовь, которая принесена Тобой с небес. Господи, мы просим Тебя за христианский мир весь, за церковь, за народ Твой на всей земле. Господи, помоги каждому христианину сегодня приближаться к Тебе в освящении. Храни, Господи, народ Твой от этого осквернения, которым заполнен мир сегодня. Благослови, Господи, каждого из нас, быть светом для тех, кто нас окружает. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.